добрый день братцы рыбаки сегодня поговорим о флюрокарбоновой лески последние годы очень много такой резки появляется на рынке и производители как бы позиционирует ее обладать как обладателем таких сверхъестественных качеств как невероятно устойчивая на на истирание что ее не видно в воде держит прекрасно узел я как наверное многие из вас понесен магазин набрал такой лески ну и буквально на 2 3 рыбаки все эти свойства начали превращаться в мифы сегодня немножко поговорим об этом и проверим вот давайте первый миф что она прекрасно держит узлах это леска я вот не буду вам показывать леску саму чтобы нет у меня такой цели загнобить какую-то фирму опорочить ее задача у нас просто сравнить обычную леску и флюрокарбоновая чтобы не отнимать у вас времени заранее завязал петлю и завязал узелочек на небольшом расстоянии сейчас мы проверим эту леску на это разрыв это 012 леска скажу только что это японская леска вот так видно начинаю тянуть примерно чуть больше 300 грамм это леска выдержала давайте посмотрим обычную не самую дорогую японскую леску тоже это 012 диаметр заявленную прочность тоже нет смысла сейчас ее дозвучит потому как мы испытываем это разрыв на узле к обычная леска начал тянуть примерно около килограмма то нам выдержала вот видим в три раза она уже давайте возьмем леску потолше 0 2 вот у меня еще есть так флюрокарбоновая леска также завязан узелочек поехали вот видите вот это 0 2 леска возьмем обычную леску так думаю дальше тянуть нет смысла и так все видно леска не порвалась уже в четыре раза больше она выдержала вот первый первый миф что она прекрасно держит узлы уже россии дальше говорится о том что это леска прозрачная и прекрасно ведет себя в воде рыба и не видит но я не знаю что там видит рыба но наверное всем известно что если если леска побыла в воде более получаса она приобретает матовый оттенок на нее как бы мы не хотели на нее это осаждаются мелкодисперсные разные примеси которые находятся в воде и она встает матовые это относится как простой лески так флюрокарбоновый так что ее невидимости тоже здесь говорить не приходится но это можно заметить потому как на катушке если какая-то часть лески постоянно была в воде при намотке видно что она сильно отличается от той которая находится на катушке в нижних слоях ну это буквально проходит но порыбачили вы около часа погоняли туда-сюда и это становится явным уже следующий миф это том что она прекрасно работает на истирание но где у нас больше всего и стирается леска это конечно же при рыбалке на спиннинг когда леска многократно проходит через пропускные кольца где-то может поволочиться по дну еще что-то но флюрокарбоновая леска жестче примерно 1 5 простой и при намотке на катушку она практически как пружина слетать я использую на спиннингах у меня стоят две с половиной тысячи трехтысячные катушки леска у меня от 0 2 ну примерно 0 25 может быть 0 27 если намотать 0 25 леску на трехтысячную катушку то при при опускании скобы либо ослабление натяжки она просто петлями с нее слетает так что наматывать и целиком нет резона вы скажете что можно уже использовать либо флюрокарбоновую леску в качестве шок-лидера либо привязывать поводок но за счет своей жесткости если мы на такой поводок привяжем допустим небольшой твистерок либо воблер это леска ну начисто убью убьет игру приманки потому что она будет висеть как на черенке от лопаты поэтому такие поводки на спиннинге использовать но это кощунство но щука может быть возьмет потому что она хватает все что не попадя но я уверяю вас что таймени вы с таким поводком не поймаете никогда так дальше not что это леска обладает еще малой памяти есть такое мнение ну я специально привязал на топовой водочек взял эту леску 05 леска взял прямо с катушки и ну видите что это пружина вот она вся ваша память если она даже где-то в намотке или в растянутом с это состояние зафиксировать она также зафиксируется и будет похоже на на палку для сравнения поводок привязаны это обычную леску также я взял из катушки конечно у нее есть витки но тем не менее она не висит такой пружины это леска просто настолько жесткая что нет резона и использовать вот как-то так для себя я вывод уже сделал но мое мнение это всего лишь мое мнение выбор остается за вами ну и кстати это леска намного дороже обычной лески с особенно толстая но она примерно ну раз пять шесть дороже чем обычная толстая может быть и вовсе 10 раз по моему это просто очередной маркетинговый ход что мы побольше набирали побольше тратили денег своих на непонятно на что всего доброго выбор за вами еще встретимся